Славься, небесный, утешитель души истины, Иже здесь, Сын, и вся исполняет сокровища благих, Иже здесь, Неподателю, веки вселися мы, И очистены от всяких скверных, и спаси, блажен души нашим. Господь наш Иисус Христос, благослови нас на сей занятия. Господи, дай нам мудрости понять Слово Твое, толкование святых отцов. Благодарим Тебя за то, что оно у нас есть, Господи, за этих святых отцов, которые нам разжевали Слово Твое, Господи. Дай нам его понять и притворить его в жизнь. Будь милостив к нам, Господь. Тебе слава за все, Отец и Сын, и Святой Дух. Аминь. Аминь. Мы продолжаем изучать Евангелие Диана, 18 глава, 10-11 стихи. Симон же Петр, имея меч, извлек его и ударил перед священческого раба, и отсек ему правым ушам. Имя рабу было мало. Но Иисус сказал Петрую, вложи меч в ножны. Неужели мне не пить чаши, которые дал мне отец? Толкование. Если ты спросишь, зачем меч у того, которому заповедно не иметь ни сумы, ни двух одежд, в Матфея 10-9, то знай, что он имел нужду в нем для заклания Агнца. Нес его при себе и после вечери. Или же, что он, опасаясь нападения, еще прежде заготовил меч на этот случай. Если ты недоумеваешь, как тот, которому не веленно ударять планету, Матфея 5-32, готов был совершить убийство, то слушай, что Петр в особенности отмщал не за себя самого, а за учителя, при том же они не были еще вполне совершенны. Ибо впоследствии, прошу тебя посмотреть на Петра, он крайне страдает и радуется. А теперь, негодуя на несправедливость к учителю, он покушается на самую голову и, не усекнув ее, по крайней мере, отсекает ухо. Иисус прикладывает, исцеляет ухо, и этим чудом снова удерживает безумных иудеев от рвения к убийству. Показывает, что страдания зависят не от силы их, но от его соизволения, и что он не противник Богу, но исполняет волю Отца даже до смерти. Назвав страдания чашию, дает знать, что смерть для спасения человеческого приятна и вожделенна. Я прошу тебя заметить, что отсечение правого уха у пересвященнического раба было знаком непослушания их, ибо ослепление пришло на Израиля, чтобы слышащие не слышали за нечестие их против Спасителя, которое особенно сильно было в пересвященниках. Почему и знак отнятия уха была на рабе пересвященника. Восстановление уха указывает на будущее восстановления разумения израильтян, которого они лишились ныне. Ибо Илья придет и приведет их ко Христу, и их отцов соединит с нами, сыновьями, о чем пророчествовал и Малахия 4.6. Сразу деятельно участвуйте. Обображайте, что мы там, в саду, а потом отдельно с Петром встретимся, отдельно Христа спросим, что это случилось. Здесь он дальше не толкует. Помню, что это в 11 веке полкование пришло. Вот каждый раз прочитает, я начинаю вот хоть как-то участвуйте где-то, еще нету, жду чего-то скажу. Давай. А почему именно такие подробности написаны? Что вот именно правое ухо отцов так вот детально все описывается. И-ка, первый вопрос. Мат, мне священник пишет про ты или друг отца Агима. Иван Суворов. Мат, а что мне дает это? Мат, нигде больше они не встречаются. Пример взять нельзя. Это разовое событие. Вообще, зачем это мне, эти подробности-то? Почему не сказано о той женщине, которая там воскликнула? Имя ее нету. Значит, вопрос за вопросом идет. Дальше появится митрополит Филарет, который разделит борьбу на три рода. Одна за себя. Другая за церковь, за Бога. И они сам за себя. И третья за государство. И самое ответственное за государство. Первое, значит, это преступление. Второе там. А третье необходимости должен пойти в Родину защищать. Христа нельзя защищать. Или что тут Родина? А кто Родина-то? Ну вот она подряд. Урывка везде. Пьянь, брянь. Кажется, подзаборная. Кого защищать? Шалап этих. Прелюбодяев, блудников, пьяниц, табакуров, потерщинников. Кого защищать? Ворьер. Вопрос. Докторый вопрос поставь, теперь начинает видеть. Даже Феофилар в 11 веке и то говорит. Они были несовершенны. То, что бахнул. Вот с человека цвета, то левое его ухо отсек, а то правое. Вот где он, сзади к нему подкрался, правое это ухо. Ну, правое неудобно. Ну, а так не рубится, если он думал рубить, так рубится вот так. Это рубит. Ты не рубил никогда щищу. Вопрос. Да какой он вояк, это рыбак. Хорошо умел бы рубить, он бы голову рубил, а не ухо. А теперь толкование. Ухо почему бы и правильно плохо слышал. Пусть совсем не слышит. Это и толкование. И в этом есть что-то. А с чего это начинается правильное понимание? А считайте, вон первое написано. На окне. Считай, Никита, слух. Но кто любит Бога, тому доно знания от него. Ну и что это? Первое коринфе 8,3. Кто любит Бога, от этого у меня памяти нету. Ну я понимаю, взрослый, памяти нету, это про блудею, блудник. Блудник скудаумен. В чужой колодец полез. Написано, чужая жена, в тесный колодец, оттуда не вылезешь. У нас она знакомая была на пятидесятнице, Клава Иванова. Ну и работала костеляншей. Выдавать постельное белье в гостинице. И она такая, в годах, ну видно из себя. И какой-то там азербайджанец, армянин, еще такие. Она остановилась и говорит ему, чужая жена, тесный колодец. Оттуда не вылезешь. Что? Отстал и больше, даже духу больше не подошел. Привычка. Вторая натура. Ты ее гони, как вывели, она в окно лезет. Меня в прошлый раз спрашивают здесь, а у вас что здесь люди ходят в трусах? В каких трусах? Ну шорты. И никогда в деревне этого не было. Один раз кто-то спрашивал, другой моду берет, уже все раздельность. Ни один, ни дед, ни прадед. До последнего колена не ходил в таких трусах. А сейчас женщины ходят. Прямо трусы одни, больше еще нет. Приехали в Дубаи. Дубаи это самая богатая, наверное, страна. У нас нет в Кремле такого убранца, как у них в туалете. Еще на улице разуйся, покажи. Золотом полы, унитазы золотые. Вот как живут, почему нефть. И они заметили, как приезжают туристы, одеваются, принимают закон, чтобы этого больше не было. А почему она должна подчиняться? Она в делегации. Приехала не просто так, а с министром. Статья из Азербайджана до Азербайджана. Она слазит с самолета, а я в аэропорту сразу полетелся. Стоп. У вас две ступеньки осталось. Она говорит, ну и что? Две ступеньки, я сказал. Она не поймет. В делегацию-то уходят. Вы не в делегацию смотрите. Две ступеньки самолета с трапа. Она не понимает. Вы не поняли? Две ступеньки, два года тюрьмы будет, ты не выйдешь от нас. Ты как одета? А как ты одета? Где платок? Ты забыла, куда приехала? Назад. Две ступеньки, и ты уже назад не войдешь в самолет. Тебя вот здесь полицейские сейчас арестуют. Вот как смотрят. Ты должна надеть хиджаб. Ты должна балышить. У них соревнование называется мини-футбол. И русская федерация сейчас, российская женщина туда. Ему словят, мином сшили русским хиджабы, длинные юбки, теперь играют в футбол. Вы на нашей территории. А мы на своей территории. Христиане. Позорные. Ты из ничтожного, из веки, драгоценное. Сегодня я говорил. Я тебя сделаю, как мои уста. К тебе будут обращаться с вопросами, но не ты к ним. Сами будут обращаться, не через посредних. Прочитали? 15-19. Пророка Еремия. Ты один раз услышал? Все. Мы проехали в мусульманские страны. Мусульманские. Пять. Плюс Турция. От отдельных государств. Ни одной женщины нет без рукавополя. Как платья до полу у каждой. И где нужно строить что-то? Большие гостиницы в России сейчас. Стадионы приглашают Тур. Как они работают? Они работают. Не пропивают материалу. Вот мы начали читать. Смотрим. Такой был обычный защищатель. Всего обычный умер. Христа нельзя защищать. Не говоря уже просто Христа. Понятно? В это время римская власть над ними была. Это была зависимая страна Израиля. Покоренная Римом. Нельзя заступать из Богородицы была. А она же в Рапте находится. У апостолов семьи здесь. А он рождается уже Рап. Свободы хочу. Получишь ли я свободу. Там. На Эшапоте времени. Заставляете тебе одно поприще. Ты пасешь коров. Вот он подошел. Знаешь, мне трудно нести этот чемодан. Бери. Вот сколько нести? Надо дома. Такие налеки. Три километра. А у меня коровы. Я сказал, здесь есть. А Христос не сказал. Скажи, сперни, Тиммер. Заставите тебе одно поприще. И два. Так? Попробуй. Подари ко мне. Я на покосе. А он никто не спрашивал. Сбрось все. Возьми мой материал. Неси на дому. И Христос одобрил. И говорит. Два поприща пролив. Не дурит, когда шарщина довези его. Это покажи веселое лицо. Мы христиане. Мы даже один раз услышали. У меня за стол не один не сядет. Вот так ободранными рукавами. Не один. Повторяю. У нас были из... Откуда только не было людей. В последнее время из Канады сели. Канады сели не было. Все до одного подчиняются. Один был. Приехал. Пацан, сейчас умерла Валентина. И ее сын. Владимир. Я говорю. За стол не уходишь. Ты ладно. За стол не сядешь. Наденем китель. А что я должен подчиняться? Не надо подчиняться. Выйди из лагеря. Вышел сидит. Обед заканчивается. Ну ладно. Давай пить. Обед-то заканчивается. Пошел. Зачем какая ухоляра занесла в Чичню. По сегодняшний день. А ее Валентина Ильична, мать, она к Сурику в гранату выходила. Он говорит. Ну я где? Я запрос сделал. Где? Он не покорялся. Где-то пробрался. А там признали его за разведчика, за шпиона. У них разговаривать не будут. Он его реже хрипит. Голова уже почти отрезана. Все еще пульсирует. С ними разговора никакого нет. Да и нет. Он не будет разговаривать. Ты нарушил закон. Я разговариваю с мусульманем. Я говорю. Это правда, что пишет. Голландский корабль прибывает в город Джиду. Там, на юге. Встречает его лодцевский катерок. Зашел, который такой маленький левей возьмите. Тут у нас мелко. Ваш кораблик глубоководный такой. Глубокая осадка где-то. Он прошел вниз. Говорит. У вас буфет не закрытый? Ну, говорит. Что? Так я видел, там водка стоит. Да. Ну, кто там? Ну-ка, буфетщица где? Буфетщица сюда. Что не закрыл? Да я не успел, товарищ капитан. Так, арестовано. Капитан. Арестован. Суд будет завтра. Ты знал, куда ехал? Мусульманская страна. Водки не должно быть ни грамма в всей стране. Она замуж выходит не ради удовольствия. Я должна Аллаху подарить пять сыновей. Вот она была бы в почете, ваша мать. Пять сыновей Аллаху подарить. Не считай за щелей. Два с половиной года суд сказал. Каждые полгода выводить на площадь и сорок ударов палкой. А потом домой отпустят, семьдесят тысяч евро заплатить. Ступай. Корабль ушел без него. Они умеют руководить. Один говорит, а тут один умер, и у него прям короткая борода. Подошли, бороду у мертвого замерили. Четыре сантиметра. Должна быть шесть. Сорок ударов палкой мертвому. Чего смеетесь? Когда буря разразилась на корабле во время Рима, и корабли потонули, приказали выйти с плетями и пороть по морю. Море пороли. По волнам. Это, знаете, живые, это не игра. Никому нет прощения. Никто не имеет права, кроме фараона. Я обещаю, не вытяните зарядку. Вот мы считаем. А почему такая вопроса? Ревность. Плакать будешь. Издаревность. Господи, да не будет с тобой этого, чтобы ты не умер. Я еще плохого сказал. Господи, тебя веснует, казнить будут, прибьют. Да не будет с тобой этого. Христос мгновенно до этого только что сказал. Ты камень, на семь камней создал церковь. И тут же вы думаете, а да нет, я сатана. Да я же верховный апостол. А дайди сатана. Да как же я в сатану-то превратился. Ответ. Ты думаешь, что человеческое не Божье. На первом месте выдвини. Что человеческое? Я не придумал ничего? Так? И теперь в другом свете у тебя это засветится. Вот это картина. Почему он так поступил? Как за это будет раскаиваться? Да ладно, если ухо поднял, там грязное может быть, прилепил и вошел в лидию. Все. Никакого лейкопластыря не надо. Вот с кем надо знать. Кто умеет приклеивать обратно. Разрозненное. И вопрос, да, ну, по сути, очень верный. Вот нам и теперь событие. Почему? Оно не такое простое. И теперь мы не будем говорить, а замахал еще, пошел в армию, присягу давать. Ему сразу помни, Малха. Вот Малх теперь сгодился. Смотри на Малха. Может быть, он обратился потом. Не знаю. Но помни Малха. Он попал на эту молотилку. Маленький вот этот отрывок. А как он нас настораживает? Руку не поднимай. Говорит, по щеке не ударь. А ты мечом ударил. Ладонью не ударь. А ты его мечом хлопнул. Рубанул. Рубанул. У меня следователь был. Я в тюрьме сидел. Курят. Он говорит, вот сейчас арестовали двух братьев. А что они сделали? Ну вот так. Вы с ними побеседуйте. Они говорят, что они правильно сделали. А что они сделали? Ну поговорите. А один следователь оказался. Он имеет право нас свести. Они живут здесь. Большой бащелак, откуда наша мать Мария. Рядом. Прямо рядом-рядом где-то они там. И они решили жить сами по себе. В лесу раскопали там. Площадь какую-то. Картошку высаживают. Какой-то работать и будет. Владимир Сергей. Два брата. Их вызвали. Вызвали. А милиционер у них паспорта отобрал. Милиционер тут же. А начальник говорит. Вот почему там где-то? Говорит, почему паспорта отобрал? А милиционер говорит, я не брал. Начальник говорит, ты хоть не брал? Ну отдай все равно. Он говорит, ну ладно. Я не брал. И они пришли не брать. А у них во дворе стоял дом, как у меня вот на ползу, мама. А там мать виновата, они говорили потом мне. А мать видит милицию? А где третья ваша? Да нет там. Они говорит, изнутри запираются. Говорит, замок повесили. А в окно вылазит, чтобы не знали. Мать выдала. А они к ним. А они, кажется, Сергей взял гармошку. И вот я ему поиграю сейчас этим. Для милиции. Ну как Высоцкий говорит. Два красивых охранника рано утром взяли меня. Там столько лесу без веры повалено. Повезли из Сибири в Сибирь. Владимир Семенович поет где-то. И вот. И они решили их арестовать. А они начали так. И все заранее приготовили и закрылись. А они тогда решили так. Взять их. Они то ли выстрелили. Сами сделали лучше себе. Все как положено. И начальник милиции, майор. Это я дальше уже газеты буду отпечатывать. Решили тросом захватить угол дома. Трактором рвануть. Чтобы дом наклонился. И крыша наклонилась. И тогда их оттуда взять. Начальник милиции потащил трос. Они сразу прямо в лоб и убили его. А теперь что? Они вызывают автоматчиков. Они начали простреливать. Они говорят, когда стреляют книзу, вы на балку легли. А когда сбоку стреляют, выгодят из кирпича, трубу разобрали, говорит. Когда стемнялось, в это время один говорит, а что вы боитесь? Я в Афгане был. Да мы таких руками брали. Ну, брали, брали. Они-то этот парламировали газ, этот, классный, на чердактор. Он только показал подарок, а не он шлеп, и сразу наслез. Афганец этот провалился. Два трупа. Ночью отсветили все прожекторами вокруг. Взять. Это наш Антайский край. И один из них слез, они решили так убить. Солдата завладеть автоматом, и дальше в лес уходить. Но потом решили сдаться. Ну, они их побили. Они уже с бородами были, бороды пощипали. И защищатель, защитница, девчонка какая-то. Она за ней, говорит, ходила, плакала. Им отменили смертный приговор. Ну, дали по высшей мере. Я с ними беседую, объясняю. Я говорю, нельзя было, как нельзя, а Петр рубанул ухо. А откуда вы знаете это? А тут бабка, она нам Евангелие дала, на одну ночь, она сказала, посчитайте и утром вернете. Они одну ночь, Евангелие считали, два брата. Вот история. Малха всплыла здесь в тюрьме. На него уже ссылаются. Я говорю, нам не положено. А почему не положено? Ну, я ему сбил накал маленько. Вы виноваты, ребята. И один там, таберкулез умер, а другой вернулся. Мы туда приехали уже. Он живет, у него двое ребятишек. Володя вернулся, а Сергей остался. Из-за чего неправильное, толкование, поступка Петра. Я на практике встретился с этой трагедией. А если бы они знали, что делать? Ну, что делать? Они на лыжах, зимой даже убегали, за ними гнались, они их не поймали. А тут взяли, живем. Вот. А если бы помалку знали, еще руки сложить? Да. Надо было сдаться, иди, мы работаем, и все. И еще в этом лево, и паспорта вернули вам. Вот это мне запомнилось. Почему? Потому что оно прошло и по мне. Один следователь объяснил. Я им объяснил. Но это не каждый объяснит, потому что не у всех такие братавья, что мы убили, там, из целаристных поступков Петра. Вот почему. Так, подробно указано. Когда мы не совсем Богу отданы, мы начинаем выискать. А Петр же рубанул, а почему мне не сдать ему? А тем более, я убил-то не человека какого-то, а мельта. Был бы человек. А они так и понимали все. Вот ответ. Никак. Нам не положено. В откровении написано, взявший вещь от веща погибнет. Взявший. Ты уже обрек себя. Уже приглашет. И ведущий в плен, сам пойдет в плен. Сергей Павлович, хотел что-то сказать. Да вот, к слову, в отрубленном ухе я разговаривал с товарищем у меня, православным. Верить, что Христос воскрес, в Троицу, в храм ходит, в Богородство, все верит. Но патриот до мозга костей. То есть, пограничник. Я ему вот этот пример привожу. Говорю, ну Христа нельзя защищать, от как вы говорите, отрубили ухо, а он ему обратно прилепил. Ты веришь в это? Нет, не верю. В остальное, все это, на этом месте, как вы говорили, на чем вас поймал, что языки Господь дал людям, и они стали сразу говорить на родных языках. Я в это не верю. Помните, с вами такой случай был? Ей тоже говорит, ну как так обратно нужно ухо прилепить? Я говорю, я это не верю. А почему не верю? А потому что всю жизнь человек посвятил тому, чтобы Родину защищать. Это так вот с детства воспитали, что это героизм. А тут герой, а Христос, ты его тоже любишь, как бы веришь, что он воскрес, что в храм ходишь, и он учит, что этого делать нельзя. Как так? То есть не вмещается человеку, и у него ухо получается запечатано. И почему такое подробное толкование, что потом Христос все это распечатает, и остаток евреев спасется. То есть все веро, это выстинное учение, а не вложное, что патриотизм, верить на все. Я с одним тратом человеку, Петру явился ангел, и говорит, стань, припаяшься, опуйся, и вывел из термения, и ворота сами распахнулись. Он верит, но что ворота в тюрьме сами распахнулись, когда стражите, вот и я не могу поверить. Он в тюрьме сам сидит. В тюрьме, я не вам объясняю, и ворота распахнулись, он верит все, и воскрес из мертвого Христос, все, но что ворота в тюрьме сами распахнулись, Другой шок, там быть не может, там же охранники. Нет, верить, значит, верить всему написанному. Вот я тебе рассказала относительно одежды. Вы ведите себя это за правило, никогда больше не ходить. А вместо ваших шортов, я напоминаю, шортов всегда. Никогда. Это американцы все придумали. Американская музыка. Жара. В аду страшнее, в аду жарче. Приучись. Никогда на это не иди. Никогда. Ты свою мать видела без рукавов? Отца видела в шортах? Деда видела? Верующих братьев никогда не увидишь. А ты себе так позволяй, если радости нет. И за стол туда лезут, и молиться. Ничего не говори, в храме стоят, приходят такие дети. Никак. Вы пример ставите мусульман. Я не во всем ставлю, а ставлю в этом, как они одеты. Вот выступают один за другим. Шесть, это по нашему князья большая. Заметили, одна в деревне приехала из Франции и одета не так. Сестра, купи хиджаб. Специально надета она, все как положено. Выступает тут же мула. Вот к ней сестра. Купи хиджаб. Надень хиджаб. Ты ради чего это сделала? Ну там у тебя знакомый парень. Парень этот сегодня убит. Он лежит в могиле два дня. Ты будешь в могиле сидеть? Нет. До кого он сопляет? И ты ради него Аллаха гневаешь. Сестра. Надень хиджаб. Да у нас ни один священник не скажет. Они только оправдывают. Все попают только смирно. Все оправдывают. Ну у нее блики-то женские. А чем? Ну у нее ширинка-то сбоку. Еще бы она не знала, где оправляться сбоку или прямо. Еще дурью маетесь-то. Где? Ширинка, значит, по ней определяют. Ну давай юбку я надену, но ширинку сделаю спереди. Еще. Перестало этой юбкой быть. Лукавое сердце человеческое. Крайне испорчено написано. Бог судит по сердцу. А сердце-то и дает нам по велению. Нет. И на этом все. Я как-то пришел на собрание баптистам. У них иногда освобождали. Когда брала советское власти. И один из них говорит. Братья, знаете, у костюма сзади разрез это делает. Вы зашейте. А она говорит, а почему? Ну знаешь, когда попадешь, вас арестуют сегодня. И вам это сгодится. Я не стал разговаривать. Я пришел домой и все зашил. И у меня ни одной рубашки нет. Вот рубашка вот она. Вот здесь вот зашита. А здесь полностью зашита. Это меня отремонтировала жена. Ей, наверное, лет 30. Подновила. Все. Зашил. А теперь, когда пришел. А лежать на голой койке. Она называется шкулка. А там только вот такие, кажется, полосы железные. Для чего нет? Тут пустота. И там раздвигается. Никогда на спине не ложись на бетон. Только на животе. Живот это котел. Никогда не простынешь. Здесь в почве. Ты пропал. Запомни. Я сразу запомнил. Пришел домой. Скорее нитки. Скорее зашила. А тут проходит время. Меня арестовали. Как я благодарен. Что уши не закрыл. Что доброго человека встретил. А это сто раз говорю. На каждом шагу. Вот. К слову сказать. Пожалуйста. У меня есть вкусная черебуха. Вот. Ну. Вот. Саманная. Рядом где-то. И ухожу. Вот эти три хлопца. Смотри. Чтобы не грохнулся. Не тяните так. Вот так вот. Дерево. Если вот так вот растет свечок. Его не тяните. Он вот так отламывается. Полные черебухи. Слышала это? Слышала. Руководитель их сидит-то. Сегодня прихожу. Уже все отломано. Все. И главное. Где отломано. Веревочку намотали. Я говорю. А кто сделал? Ну это. Ну кто? Ну. Веня. Позвали Веню. Чтобы он сделал. Да Веня. Когда она в жару отломана. Ну Веня. Веревочки примотали. Как она будет? Оно опять сюда взлетело. Не я. Веня виноват теперь. Баба виновата. Но я вам всем сказал. Пришел. Ешьте черебуху. Не тяните. Огромную ветку отломили. И друг на друга. Сказали вот это. Я там даже не успел сказать. Он в руку подел. Говорит. Нет вот этот. А это сразу. А я не сам. Баба. А баба. А баба. А баба. А нам некогда говорить. Дядя Игнатьев запустил из ряда сюда. К примеру сказать. И каждый ухватился двумя руками за заднюю щасшую наказательную. Не дай плохо. Дал еще лучше. А почему? Потому что поступили не по совести. Словами пренебрегли. Бог. Положи меч в нож. Да ха Родина. Я не пойду защищать. Меня убьют. Там написано. За Христа. Час сострадания. Она с радостью принимается. Я как христианин умираю. Есть такая книга. Называется. Комиссар дьявола. Писатель мне Александр Иосифович Нежин. Он приезжал сюда. Мне компьютер подарил. Писатель. И он об этом пишет толстопское мужчине. Лива Николаевича Толстого. Они поверили и не пошли защищать советскую власть. Гражданская война была. И он письмо домой один пишет. А нас арестовали. Молодые 18 лет парни. Все постреляли. Толстопцы. Толстой хороший. Лыба. Человечащий. А который по его мужчине пошел под нож. Родная советская власть. А я не пошел. Я про одного считал. Православное взялое. Он говорит. Я не могу воевать. Я в монастыре работал. Сколько лет. Я поверил. А что ты умеешь делать? А начальник говорит. У него подошва торвалась. Он говорит. У вас подошву могу приделать. Не ухо, а подошву. И ты можешь. Я сделаю это. Начал делать. Стало известно. Командующий упромный нашел. А когда от повара. Вот во время снабжения нет. А мухомольный склад захватили. Он такие начал. В конце войны дали орден. Православное. Почему он в монастыре всему научился делать. И он нигде не стал милять, крутить. Это реальные люди. Но это редкие случаи. Обычно расстреливали за них. Ты доверишься Богу и скажи. Ничего не хочу кроме тебя, Господи. Прибудь со мною. Родители нам не пример. Бабы не пример бабки наши. Пример ты. И слепят по столу. И вот мы научились уже от этого стиха. Оружие не мое. В ножи. Вложи. Вложи его в ножны. Капусту режь. Пошли дальше. 12-14. Когда воины, тысячи начальники, служители иудейские взяли Иисуса и связали его и отвели его сперва к Ане. Ибо он был тесть Каиафа, который был на тот год пересвященником. Это был Каиафа, который впадал в совет иудеев, что лучше одному человеку умереть за народ. Толкование. Когда Господь сделал все, что могло украдить их, а они не разумели, тогда позволил им вести себя. Они связывают его и отводят к Ане с каким-то торжеством по всему случаю и по хвальбою, как будто одержали великую победу. Евангелист напоминает пророчество Каиафа, Иоанна 11 глава 49-52. Для того, чтобы показать, что это совершилось для спасения мира и что истина сия столько важна, что и самые враги предсказывали об этом. Видите, какие ссылки делают. Вот сказал я интересное, а интересного еще и нет. Иоанн зато вот меня интриговал все время. Я конспектировал его рукой. И он говорит, я вам такую интересную вещь сегодня преподавал. Что же он такое скажет? Я думаю, вот это открытие. Считает Писание. Какой-то пример. А почему? Он из него извлекает то, что я не вижу. Он просто приоткрывает глаза. Не пропускай самого малого, единой черточки, запятой. А мы целые главы. Я сегодня человеку этому говорю. Вы посчитайте Евангелие. Я открыл, на столе лежит. Но я еще понять там не могу. А в Евангелии, там и понимать нечего. Вот собрались, креста берут. Ночь, темнота, деревья, заступники, фонари и коля. Тут что понимать, это картина? Фильм, поста режиссора, какая будет? Держи его, чтобы не упал. Особенно выцепительно действует Слово Божие. А у меня стихотворение и книга Маяковского, естественно, нету. Я его читаю. Это полстраницей пока. Считай дальше. 15-16. За Иисусом следовали Симон, Петр и другого ученика. Ученик же сей был знаком к пересвященнику и вошел с Иисусом во двор пересвященнический. А Петр стоял вне, за дверями. Потом другой ученик, который был знаком первосвященнику, вышел и сказал предвергнице и ввел Петра в толкование. Кто был этот другой ученик? Тот самый, который написал об этом, но он скрывает себя по смиренно мудрию. По элигу он хочет выставить совершенство, что он последовал за Иисусом, тогда как прочие разбежались. Посему он себя скрывает и впереди себя поставляет Петра. За Иисусом, говорит, следовали Симон, Петр. Потом прибавляет и другой ученик. Итак, по смирению он себя скрывает. И если он упомянул о себе, то упомянул для того, чтобы мы знали, что он обстоятельнее против рассказывать о происшествии во дворе архиерейском, так как он сам был внутри двора. Смотри опять, как он отстраняет от себя похвалу. Давно ты, услышав, что Иоанн пошел с Иисусом, не подумал о нем что-нибудь великое, но говорит, что он был знаком пересвященнику. Я, говорит, вошел вместе с ним не потому, будто был мужественнее прочих, но потому, что был знаком пересвященнику. А Петре объявляет, что он следовал за Иисусом по любви к нему, а остановился мне двора, потому что не был знаком. Что Петр вошел бы, если бы ему было позволено? Видно из того, что когда Иоанн вышел и велел привратиться вести его, Петр тотчас пошел. Почему же Иоанн сам не вел его, а велел сделать это женщине? Потому что крепко держался Христа, следовал за Ним неотступно и не хотел подлучиться от Него. Отсюда какие выводы мы можем сделать? Пользоваться заступничеством, знакомствами непредосудительно. Но он знакомый. Поэтому... Так, вот приехала тут женщина одна была, она из Несумальской среды, свидетелей в голову потом была. А когда приехала сюда, мы по городу пошли. А в городе везде придумали, снимать нельзя. Снимать церкви нельзя, а за деньги можно. Ну понятно, что в крохоборство. Церкви снимать нельзя. Значит нельзя? Нет, сначала мы стоять теперь по ней, квиток теперь вытушит, как в музее. Тогда? Тогда ты можешь снимать. Я подошел к межрополиту и говорю, Владыка, вот мы по-разному пошли сейчас его в монастырь, по храмам, и я вот с этим вот аппаратом, и нам охота все заснять. Он говорит, а какой раз думал? Снимайте. Все. Благословил нас. И куда бы мы ни пришли. А снимать нельзя. А я подошел и снимаю. Цена такая-то, крещение-то, симония за столько-то, тысяч венчания за столько-то. Нельзя-нельзя. И тут священник. Нельзя снимать? Я говорю, мы только что были у Владыки, он нас благословил. Сейчас я снял знаком первого священника. А, ну сегодня надо по 5 раз. А один священник. В них копают. В интернет выставляют, но по деревене вместо не выставляют. А я говорю, ну почему? А он поддатый. Его прям видно. Все это. Ну ладно, не будем выставлять это. Вот что-то знакомое и сославное, мне это тоже известно. Это открывает двери. В Покровский собак пришел. Приезжает сюда Филарет Бергников, фамилия. Пришли-то уже моления не было, что-то там такое. Ходили люди, то ли исповедь была. Я подошел и говорю, нам охота снять это все. И там торговый, то снимайте. И все кинзи заснимать. Я говорю, вот кто он? И Романах, или и губер. Он сказал, можно. 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 Сразу все отступили. То есть иметь знакомство, это неплохо. И не так, что, а вот видишь, по блату, по блату, еще такого нет. А обращаться. И обращаться за помощью. Иосиф, когда был в тюрьме и говорил, Винощерпия освободили. И он говорит, ты когда будешь при Пароне, то скажи, что я невинно страдаю. За что? И Павел, требуя суда и кесарю, ходатайство, и его отправил туда. Кто там был в это время? Фест. Феликс. Все. То есть это надо знать гражданский закон. А не так, я верующий, что вы не сказали, а я иметь буду. И еще подобного. Павел дошел до суда, его освободили. Он вышел. Это уж потом его взяли и казнили. Это не первый арест был. Так что закон не запрещает обращаться к властям за порядком. У нас тут было такое. Я говорил, вот один на всякие пакости. Картинки берет, другую голову пристепляет. Блуд творят или что-то. И еще нет. Я посоветовался с нашим юристом Севастьяном. Обратился в прокуратуру. Эта прокуратура обратилась в Казахстан. Там приклопнули сразу. Все убрали из интернета. И мне оттуда пришел ответ Караганда. Меры приняты. Значит, надо закон знать. Если не знаешь, значит, хорошего юриста иметь. Знакомого, как у нас. Мы вот стараемся ни одного дела не делать, пока не посоветуемся. Вот специалист высокого класса. Что делать вот сейчас с этим? Что деревня там не такой план. Железная дорога там где такого по улице. Надо до конца стучать. Вот дороги бы у нас сделали асфальтом, если бы им не разрешили. Игорь приезжает вот барабаш. Я каждый раз обращаюсь. Ну составили документы обращения к властям? Нет. Ну бюджет сейчас на следующий год уже решают они куда что. На дорогу потеряют. Они бы сейчас выделили деньги. Пришли машины. Нет. Так не дали мне. От потеряевки мне нужно заявление. Я не приду. Давайте. А кто ты такой? Заявление. Заявление напишите. На бумажку. Печать поставьте. А я буду там в ханатайстве. И так и не дали на сегодняшний день. Не дали. Не по дороге. А дорога от этого можно было. Притом да почему не дали я не знаю. И каждый раз они приходят. Поговорили опять. Ну бумагу ты привез? Да нет. Батюшке сказали подождать. Сколько подождать? Второй год идет. Что сделали? Ничего не сделали. Землю потеряевки не определяют. Какое общественное. Какое. Раздрай. Ну дайте мне документы. Я имею право ходатайствовать. У меня документы от потеряевки есть. Я представитель ее. Но я должен с документом прийти. Что они просят? Это заявление поручили мне написать. Так. Я написал в Черновом виде. Так. Только надо было туда вставить факты. А потеряевки деревни, поселения, площадь все. В каком веке это было ты составил? В прошлом году. Ну и где? Да нет. Даже в этом году это. Почему до меня не дошло это? У Игоря спрашивали. Я ему отдал. Кому? Барабашов. Все молчок. На Галиатину. Москаляку на Гиляву. И раз спросил, два спросил. Отмолчался, от ключами отжался и все. Вот ты рядом. Ты мог бы перекрыть ему дорогу. Сказать. Отмернись назад. Дай мне документ. И там когда-то все начнется. Ходил за ним. Молчком все похоронено. Я не знаю. Заговор какой-то против потеряния. Чтобы она не развивалась. Или наоборот с большими трудами строили. Значит дороже перед Богом. Вот иди пожалуйста. В зимний период сделаем. Просто сейчас. Так он есть образец у Игоря Черновиц. Спросите у него. Я говорю, может быть что-то неправильно написал. Давайте соберемся собрание. Сколько раз говорил. Давайте напишем. Говорил. Говорил. Всем молчком. Ну ты напиши все это. И все похоронено. Я просто понять не мог. Почему? Ну а ты бы обратился к тем, кто знает почему. В городе родня у тебя живет. Раза два спрашиваю. Ну а все которые мешают. Как говорят. Зажапляю льготу. Хорошо. Вот ребята. Это не дело. Конечно не дело. Притом ничего не надо. Вот у нас это было потерять. Но ясное дело, что что-то надо в какой-то русах. Поставят машину фермера. Сливают. Прям в деревне. Бензин моют. Отдали кому? Елене Анатольевне. Она подержала едва. Вернула. Говорит. Я не могу составить. Прямо открыто. Мне поручили. Я тут же составил. 40 пунктов по сегодняшний день. Там костюм не раздали. Чтоб собаки не лаяли. Мы все присмотрели. Она не стала держать. Кучей. Кто у вас тормозит? Почему тогда вначале этого не было? Лена так было? Помни там. Посмотри на нее. И никогда на вопросе возникло. А тут же он сам приняли его. По сегодняшний день сдали в отдел гостиницы. Это юридический документ. Притом мы речь ведем о дороге. О земле. Если бы не так. Я бы обратился в высшие органы. Уже в Москву. Я не могу прийти с пустыми руками. Я сегодня сказал, что вы дома вспомнили. Прошлогодние нападки какие были. Молились. Нынче нигде нету. Никого. И стоит музей на месте. Или заранее присылает ничего. Вот Господь как сделал. Благодарность это вторая ступень. Первая просительная. Вторая благодарность. А третье словословие. Это Бог так сделал. Я не надоел прокуратуре там. Но я... Знаешь сколько запросов было сделано в прошлом году? Примерно 25. Притом я запросил всех депутатов. Все фракции. И к Зюганову там. И в Поклонской обратился. И к Жириновскому. И ответ отсюда пришел. Решать надо на месте. Это другое. Тогда генеральную прокуратуру. Прокурор сказал. Ничего нельзя сделать. Ни один депутат. А прокуратура высшего ранга там может. И видимо что-то где-то... А они бомбардируют краевую. А это видимо ему и говорят. Да отстаньте от них. На Мозной куче стоят там какие-то. Смотреть страшно. Что они тебе мешают-то? Я нынче когда пришел туда. А она под полковой там. Секретарь. Ну ладно. С чем же вы явились сегодня? Я говорю. Приглашение. Потеряйте день в деревне. Приглашаю прокурора края. Там кричали. И на конце. Да вы что. Залублась. Я ему отдам. Ну. Видимо там уже знают. Что я жалобщик такой. Неустанный. Видишь как. И они знают. И плохого не сделали. И скрасили все этим приглашением. Да он тебе не надо. Он тоже человек. Его везде долго, везде он не прав. А то вдруг его приглашают как добрый человек. Ему тоже охота ласковое слово услышать. Ну молейте по-человечески. Подойдите. С вас еще не надо. Решение. Ты пошел. Все подписи собрал. Пошел документ. Вот так надо делать. Вот Алексей Владимирович пошел прямым путем. По домам прошел. Подписи собрал. Где стадион будет у нас. Где магазин. Где общественные места. Пошли. 17-18. Тут раба предвергница говорит Петру. И ты не из учеников этого человека. Он сказал. Нет. Между тем рабы и служители разведших огонь. Потому что было холодно. Стояли и грелись. Петр также стоял с ними. И грелся. Полкование. Женщина спрашивает Петра без дерзости. Без грубости. Но очень кротко. Ибо она не сказала. И ты не из учеников ли этого обманщика. Но. Этого человека. А это скорее были слова о сожалеющем. И проникнутой любовью к человеку. Сказала. И ты не из учеников ли. Потому что Иоанн был внутри двора. Женщина это говорила так кротко. А он ничего этого не заметил. Опустил из внимания и предсказания Христа. Так слабо само по себе человеческое естество. Когда оно оставлено Богом. Некоторые напрасно. Желая угодить Петру. Говорят. Что Петр отрекся. Не потому что боялся. Но потому что постоянно. Желал быть за Христом. И следовать за Ним. А он знал. Что если объявят себя учеником Иисуса. То его отлучат от Него. И он не будет иметь возможности следовать за Ним. И видеть возлюбленного. Поэтому отрекся. Сказав. Что он не ученик. С этой же мыслью он и грелся. Ибо для видимости он делал то же. Что и слуги. Как один из них. Дабы не обличили его по изменению в лице. Не выгнали среды себя. Как ученика Христова. И не лишили возможности видеть его. Может быть Петр и не думал ни о чем этом. Толкователь так говорит. И мы принимаем это толкование. У него может быть и на уме этого не было. Греется. Подошел бы. А нам приятно что толкование уже утвержденное архиепископом. И изданное. Так и берем. Православным легко быть. Не надо ничего выдумывать. Всех, кто рождается от узости взгляда на истину. Здесь несколько вариантов. Вот я говорю. Вам тут может быть есть. Он там Лиша Боряков. Как говорит Лотарий Вангеров. Как это толкование там неправильно. Вот один вопрос задать только. Скажите. А переводов сколько было? Переводов толкования. Он не ответит на это. Он не знает. А какой перевод лучше? Это второй вопрос тоже не знает. А поэтому как ты можешь решать, какой брать? Я специально занимался этим вопросом. Переводов шесть. Он более полный. Где-то что-то упущено. Какого-то стиха не коснулся. А этот так. То есть он сам не может. Сам не ездал. Ничего нет. А подковыривает и подковыривает все время. Вот как я вас настраиваю. Прямо задать вопрос. А толкование Бибы за... Переводов Библи сколько было? В общем, вот в таком виде как есть. Ни одного. Это сейчас появился новый перевод. По отдельности переводили епископ Хасьян. Перевод я назвал бульгарным. Настолько... Не такой перевод. Наш перевод перенебесный. Самый лучший. А эти переводы отдельно. Там лавяги переводили отдельно. Кто-то переводил. Мало чего не известно. На смысле синодальный. Синодальный. Семь тысяча семьсот тысяча. Один восемь семь шесть. Запомни. Вот. Когда полная Библия пришла. Переводили четыре духовные академии. Два переводчика канонизированы уже. Метрополитский Ларета и Макарий Алтайский. Архимандрит. Это не просто хороший перевод. А лучший в мире перевод. Они переводили. Они слова знали. Еврейскую грамматику. Учебники составляли для еврейских школ. Так вообще выше этого уровня нельзя быть. Я спрашиваю Александра Менея. Еврея. Который на еврейском языке как на русском разбирался. Так мне говорят. Я говорю. Мог бы переводить вот как Вольсов. Который переводчик. Он говорит. Никогда. Таких переводчиков просто нету сейчас. Их нету. Надо. Я тоже маленько языками занимался. Но сказать, что я знаю язык. Я никогда не по... Я знаю технические. Там с техниками разговаривают. С вооруженными силами. С религиозными. Но дать вот именно что здесь заложено. Это никак. Они знали не только языки. Но они знали как это место толковал Василий Великий. Как и прям силен. Какое значение давал. И они это учитывали в переводе. Вот что дело. А те, которые просто переводят. Он... Ну слова берет и... Ну по-русски я говорю. Что такое пар? Пар. Еще не понятно. Что пар? А вот пары. Вот. Земледели знают. Я говорю. А коса. Ну коса. Сено косить. А у женщины как? Ну и коса бывает. А корабль сел на косу. Что? В женских волосах запутался? А какое надо взять? По смыслу. Я находил слова 18 значений. Одного слова душа. Вот у нас слово душа. У него где-то 18 значений. А отдельная субстанция тела и душа. Душа. Человек и душа. Она выходит из тела. Человек умная. А душа пошла по пытарствам. А другая. И душа его прилепилась к гиней. Что она? Пластилиновая прилепилась. Это чувства, выразные словом душа. И с Яковом прибыло 75 душ. То есть людей не было. Какие-то эфемерные создания на грудах качались. Ну семья какая-то. А все пять душ. Как Некрасов писал. Семья-то большая до два человека. Отец мой да я. А остальные души. Вот слово душа. Означает она полностью всего человека вместе с этой платежкой. Сколько вас собрало здесь сегодня? 23 души. Предпочтение дается высшему. Высшая это душа. Вот я висел с сектантом с одним. Он у меня близкий знакомый. И он знает только одно толкование. Одно. А что такое вот это? Я ему объясняю. Нет не так. Я объясняю второе толкование. А он знает только одно. Потому что он сектант. У него нет толкования. Он говорит не так. Тогда я добираюсь до того. Я знаю что. Именно он знает. Я говорю. Это вот это означает. Ну вот теперь правильно. А мы должны сказать. Вот это православие. Оно расширенно дает понимание об этом. Что такое взгляд. Вот допустим взгляд. Ну вот я глянул взгляд. Нет. Это понимание. Это взгляд на какие-то вещи. Взгляд на разумение твое. Взгляд иногда пророческий. Вдать. Смотреть. Это надо же все знать. А кто знает. Кто много занимается. Приложи сердце твоих учений. И уши твоих умным словам. Притча 23.12. У вас нельзя быть другим. Степан. Там все написано на этом. Для тебя. Запомнил? Ну-ка прочитай. Тихо. Погромче маленький. Не бойся. Ибо я Бог твой. Не смущайся. Ибо я с тобой. Я укреплю тебя. И помогу тебе. Подержу тебе. Подержу тебе. Теснецую правду моей. Исаиев 4.10. А там не вижу. Исаиев 4.10. Исаиев 4.10. Исаиев 4.10. Исаиев 4.10. Погромче. А ты скажи. Я уже отучил. А там все уник один стих. И кто-то подобрал. Умно так. В местную. Характерный человека. Ну можно нас запомнить. А там еще и ворлам кажется. Ольем. Тихо. Пропуск. Следующее занятие с отцом матери что-то пришел. А то горку поставлю. Все. Ну еще. И я хотел отметить. Вот мысль такая хорошая. Так слабо само по себе человеческое естество. Когда оно оставлено Богом. Вот. То есть получается. Ну а безбожники вообще все без Бога живут. А как спрашивают. Оставлено Богом. По чем. Вот я допустим. Занимаюсь дорогами. прудами сейчас. Вот. Говорил об этом человеке. А как узнать. Вчера у нас труд не заладилось. От Бога или нет. А в последний раз мы рыбачили. Это. Я сделал. Это. Матня. Так. Она называется. Матья в интернете. Или кошель. Кошель. Который сзади. Куда рыба заходит. Ну. Ну. Мы не знаем все. Мы когда прошли. Это чувство. Вытаскивают. И видно что эта рыба играет. Когда вытаскивают. И видим. Кошель то полный. А он делится. На чем. На сеточке. И только из воды появился. Вот столько воды. И лопнул. Как оттуда рыба. Караси большие. Запрыгали. В воду. Сергей упал. Он говорит. Грязный. Володя. Гребут из воды. А рыба через них. Под руками. Он порался. Вот. И все ушло. Я спросил. Сколько. Ну мне показалось. Очень много ушло. А Володя определил. Там говорит. Килограмма 3 или 5. Ушло. Он лопнул. И вот сейчас мы думаем. Как сделать. Сегодня в интернете лазать. Как эти кошели. Все не нравится. Не так. Я вспомнил. Как на море. И думаю. Завтра. Надежда Васильевна. Выпросил бельевой веревку. Все эти прищепки снял. И чтобы тянуть. Именно за нее. Заверх привязать. И завтра мы тайно. Степи начнем. Раскинем. Не вот этот свой. И еще один раз зайдем. Пока они здесь. Вытащили. Сразу больше центера. Ну вот. Единственное. Кто отказался. Чистить неохотно. Потом еще одна нашла. Чистить неохотно. У нас такого карма привезли. Карма на дно. От него нет того запаха. Даже маленький. Самый у нас. Продуктивный. Добрый. Приемщик. Игорь Валентинович. Я куда-то из нас. Потом пришел. Пятнадцатилитровое ведро. И полностью набрал карасей. Мы по-другому дали. А теперь чистить надо самим. Вялить. Царская еда. Карась. У него особый вкус. Тонкий. Пятнадцатилитровый. Вот представьте себе. Больше центера сразу вытянут. А вы. Вы ставите. Сколько ты за раз. Самое большое. Видишь. А если вот они. Вот у нас. Владимир Юрьевич. Он идет. И мы назначим. Деньги. Прижавки. И скажем. Ребята. Вы нам нужны. На сорок минут. Придетесь нам помочь. И мы сразу вам отделим. Килограмм по тридцать. По сорок. Полностью вытащить. Завтра мы будем. Усилять. Мотню. Чтобы. До конца. Я не знаю. Как. Но. Думаю. Получится. Чтобы. Мы тянем. А сетка. Дорвется. И она. Такая дыра. Прорвалась. Ну. И рыба. И пошла. Игнать Иванович. Вы спросите. Кто может. У нас. У нас. Морозилка. Полностью. Все забито. Все уже. Вот так. Куда рыбу складывать то? Некуда еще. Складывать некуда. Все забито. Ну. Пойдем. Сейчас. На сорок. Бак. Принесем. Выпустили. Пустили. Пустили. Ты даже можешь ее не чистить. Ее промой только. И в ней свари. И у тебя новая водка какой будет. А потом процеди. На этой воде. Готов. Чистить не надо. Рыба очень вкусная. Ну. Хорошая. А. Рыба там. Ну рыба там. Тебе может ее не отдает там совсем? Да. Нет. Просто может быть как по притче поступить. У вас холодильники заполнены. Сломать эти холодильники и построить дом. Не ладно. Да. Вот. 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 Батюшка благословил нас. И сразу мы все вскоглили. Приняем в яму выкопать и сваривать туда. Как мед тогда закачивали в яму. Да. Да. Мы принимаем предложение только умное, сознательное и полезное. На рассмотрение не принимаем женские вреди. Мед закачивали в яму. Приняем. Да. Чем больше поислов, тем труднее выбираться изорва. Позади себя лопатой не копаем ров. Ваши ставят мордушки везде. Мордушки. Приходят два карасика. А мы ему говорим. Даром даю тебе сегодня десять килограмм. Все плохого сказали. Мы сначала перебираем, которую крупную разносим. Мелкую там пока держим. Глаз рыба пропадет сразу за два дня. Интересный факт. Человек поделился. Вот эти точки стоят где-то на границе. Ну где ракеты. В шахте по 10 Крупцовск там. И говорят, как ракеты там стояли. По всей видимости топливо вылилось. Ну в землю. Оно же по земле все разошлось. И весь этот гальян поумирал там на озерах. Которые там были где-то. Тектируют. Ну я не знаю. Вот. Дело в том, что говорит. А я говорю, да нет. Мы в карасе идем. Говорит, да там все. Там все поумирало. Ну где-то. Полезные? Ну где-то вот. Вот в той стороне, да. Ну где-то там. Ну где-то там. У многих рыбок поумирало. Тоже слышал. У нас, слава Богу, пока не дошло. Да, я тут не вижу как. Такая смешная. Все равно. Я говорю, да вы по себе. У меня ровно час. Да. Два часа. Так. Сколько времени? Час. Давайте два часа. Задавайте вопросы. Задавайте вопросы. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Восемь нового газета с толкованием. Шикажем. Смотри. Все, нам мы уже никогда не подойдем. Да она мелкая. Она уже мелкая была. Она уже мелкая была. Пожалуйста. По десять раз гонят. Все, вопрос решен. Ожил, ожил. Ага, вот он еще. Живой еще. Это тоже получается воинство Божие. Да? Вредители. Ну, египетское наказание. Получается так. Вороться-то нам не запрещено с ними. Не запрещено. Самая главная борьба. Не меньше будет на следующий год. Да и столько же будет. Ну, пожалуйста. Результат. Налицо. А они одна и та же. Летают по кругу в целый день. Она слушает и слушает. Здесь спасаться не надо. Примерим. Государственная вера. Так. Вопросы. 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 Куда рыбу девать будем? Нет. Так, Игорь. Настойчиво довести до конца. Чтоб документ был принят и мне в руки подайте. Запрос. Я не знаю, что случится. Когда? Четвертый. Зайдем. Угу. Сделаем. Сделаем. Обязательно. И будем. Обязательно. Хотя бы там. Для Даши. Которые дороги. Могли они сделать. Еще не стоят. Я только о дорогах пока говорю. И о земле. О земле сделаем. Потому что вот. Были в администрации. Все там. Это вопрос уже там. По крайней мере. Так. Бюджет начнется на следующий год. Так. Этот год уже идет во все. Уже надо сейчас. Чтобы нас тогда в бюджет включили. Ну. Вопрос решенный. Как называется, когда губернатору подают бумагу. И там на какую ставят. Как это называется? За лицей. А? Что, что на какую ставят. Куда? Ну то, что включить. Что деньги там. Дать на какое-то дело. На разбитие. И мне говорили. Вот сейчас Томенко. Губернатор Алтайского края. Тендер. Он не выдвиженец у Путина. Нет. Он не выдвиженец. У нас как-то его... Ставленник. 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 Очень близкий. Путин. Написали. То есть. Я не знаю. Где он у него был. Там на примете. Но они еще что-то ставят. Как это он? Путин поставил. Когда погиб. Он приехал. Выдвиженец у него. И он пошел минимум на пенсии. Ничего не делают. Как Златовут говорит. Я один. Ничего не сделаю. Поэтому. Поясните то, что вы услышали другие. Вопрос-ответ. Да? Не забывайте. Вопрос-ответ. Это две причины. Все. Знаю. Мне не нужно задавать. Я сам отвечаю. А второе. Ничего не знаю. Я не знаю. Еще иду задавать. Вот меня спросили сейчас. По вертолетам или самолетам. Какой вопрос? Ни одного. На вертолете поиск, а самолет денег нету. Все. Я не пойду туда. Потому что они падают. Еще нету. Благодарим Богу. О, Господи, святого истину, Блладший, Петя Благородицу, Прислав блаженную и предипорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Керубин и славнейшую, Бескомнение Всерадьму, и Матерь Бога нашего. Междустыния Бога, Слово Русую, Сущую Богородицу Тебе и Чайе. Любящий наш Отец Небесный, ради любви Твоей к человеческому роду, ради страданий Твоих и голубовской жертвы, мы просим, услыши нашу молитву родных и близких, не познавших Тебя, чтобы все делали по совести, по Слову Твоему. Возлагаем упование на Тебя, Господи. Устрой нашу жизнь так, чтобы в вечности все мы были с Тобою. И дела наши простые и земные Ты сам разреши. Укрепи нас в Слове Твоем. Тебе, Боже, слава, хвала, счастье, поклонение. Отец, Сын и Святой Бог. Аминь. Спасибо.